Поистине, хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. И я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, который превыше того, чтобы иметь равного или подобного себе. Также я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец, ответственны за его откровения. Его Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. Посредством него Аллах направил на прямой путь из-за блуждения, просветил после невежества и объединил после разрозненности. Дорвал многочисленность после малочисленности и обогатил после бедности. Оставив нас на белой и чистой дороге, ночь на которой подобна дню, избиться с нее может только безнадежный. И да пребудут благословения Аллаха над ним, над его благим семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание, и да пребудет над ними всеми мир. А затем, уважаемые братья, Всевышний Аллах сделал свои создания своими рабами, покорными и смиренными перед своим Всевышним Господином. Аллах предопределил, что будет Создатель и Создание, будет Господь и будут подчиненные ему рабы и господин. Всевышний Аллах подтвердил этот вопрос в Коране, и он описал положение древних атеистов. Всевышний Аллах упомянул в своей книге неверие фараона, когда тот отверг веру, хотя в душе и был убежден в ее правдивости. Как сказал Всевышний Аллах, они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Это произошло, когда Муса, мир ему, пришел к фараону, призывая его к исламу. Фараон не поверил в нашего Господа и стал спорить с Мусой. И так было до самой гибели фараона. Когда же он начал тонуть, он сказал, я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраиля. Я стал одним из мусульман. Всевышний Аллах упомянул неверие фараона, и также он упомянул в своей книге неверие Немруда, который сказал Ибрагиму, мир ему. Я дарую жизнь и умерщвляю. Ибрагим сказал ему, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, застав же его взойти на западе. И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Всевышний Аллах упомянул безбожие и неверие Иль-Хад в своей книге. И это неверие о мусульмане. По сей день продолжает блуждать в умах некоторых людей. Если сегодня ты внимательно посмотришь на нашу реальность, ты обнаружишь, что, к сожалению, подобное безбожие начало распространяться среди некоторых мусульман. Оно начало проявляться на форумах, в интернете. У атеистов появились свои сайты. У них есть свои группы, обсуждения и клубы, где они собираются, будто в этой стране. Хотя здесь их, конечно, мало. Или за ее пределами. Иногда мы можем поехать в какие-то другие страны и встретить людей, которые раньше были мусульманами. Или же они до сих пор мусульмане. Но они запачкались этой грязью. Попали под влияние этого неверия. Или некоторых атеистических убеждений. Прочитали книги некоторых атеистов. Участвовали на некоторых их форумах и так далее. Праведные предшественники, да помилуют их Аллах, предостерегали людей от того, чтобы в их сердца проникало сомнение о существовании Господа миров. Или о том, что один Аллах достоин того, чтобы ему поклонялись. Ученые рассказывают, что имам Абу Ханифа, да помилует его Всевышний Аллах, однажды вел спор с суммонитами. И суммониты были атеистами, отрицавшими существование Всевышнего Аллаха. Они говорили, что эта вселенная возникла просто так, в результате случайностей и совпадения, без Создателя, без Творца. И что те горы, камни, деревья и разные создания, которые мы видим, во всем их совершенстве, величии образа и точности работы, что все это возникло просто так. Не было никакого Создателя и не было Творца. Абу Ханифа, да помилует его Аллах, вел с ними диспуты. И они начали гнушаться и считать ниже своего достоинства вступать с ним в диалог. Они считали его заблудшим в своих вероубеждениях. Он назначил им встречу на завтра. Они должны были собраться у правителя, то есть у правителя того города. Когда время наступило, Абу Ханифа, да помилует его Всевышний Аллах, опаздывал. Они начали говорить о нем, порицать его и сказали правителю, эти ваши ученые опаздывают на встречу. Когда Абу Ханифа зашел, правитель сказал ему, ты опоздал, Абу Ханифа? Он ответил, да. Я не мог найти судно, которое бы переправило меня с одного берега реки на другой. Он спросил его, и что же ты сделал, когда не нашел судно, которое бы перевезло тебя? Что ты сделал? Ты преодолел реку вплавь? Он ответил, нет. Когда я стоял на берегу реки, вдруг мимо нас прошли тучи, и неожиданно сверкнула огромная молния. Раздался сильный гром, и вот молния ударила. Большое дерево раскололось, и оно стояло как раз рядом со мной. Оно раскололось на две половины, и одна его половина сама по себе случайно упала на землю, а другая половина в реку. Это была просто случайность. Вдруг из той половины, которая оказалась в реке, показался кусок железа. Просто так. Он изначально лежал на земле. Потом это железо прислонилось к одной из веток дерева. А затем, просто так, случайно. Никто с ним ничего не делал. Оно оказалось у той доски. Затем оно было на той части, которая в воде. И начало строгать ее, пока не получилась лодка, которая может плавать в воде. Затем эта лодка совершенно случайно подплыла близко к берегу. И я сел в нее. И потом случайно доски разлетелись вправо, влево, и получились весла. Одни деревяшки присоединились к другим, и получилось два весла. Потом они сами начали грести. Никто их не трогал. На лодке не было гребца. Никто их не направлял. Никто не управлял этой лодкой. И вот мы вскоре оказались на противоположном берегу. И вот сейчас мы перед вами. Давайте обсудим, была ли сотворена эта вселенная случайно, или же у нее был Творец. Суманиты посмотрели на правителя и сказали, «Этот ваш ученый сумасшедший». Абу Ханифа спросил, «Почему?» Они сказали, «Разве это возможно, чтобы лодка была сделана полностью без мастера?» Затем этот топор. «Разве может быть топор без того, кто его сделал?» Да что это вообще за совпадение, которое разделило дерево на две половины. Одна половина осталась на суше, а другая в реке. Далее, «Как эта лодка могла плыть без капитана? Или человека, который бы ее направлял? Ты вообще помешался?» Абу Ханифа сказал, «Пречисто Аллах, сейчас вы не верите мне, что одна лодка возникла просто так, после череды случайностей, что она была сделана просто так, сама по себе. А сами говорите, что небеса, земля, горы, солнце и луна, и все, что находится во вселенной, вы заявляете, что вся эта вселенная возникла случайно». Так он, да помилует его Аллах, убедил их. Рассказывали также, что Абу Ханифа сел однажды вместе с этими атеистами, и Абу Ханифа говорил о том, как прекрасный, совершенно Всевышний Аллах сотворил вселенную и все свои творения. Атеист сказал, «Ты заявляешь, что только один Аллах может создавать?» Он ответил, «Да, он, Субханаху, тот, кто творит что-то из небытия, и создает то, что пожелает». Атеист обернулся в его сторону и сказал, «Я тоже могу творить». Он переспросил, «Ты можешь творить?» Тот ответил, «Да». И этот атеист пошел с Абу Ханифой к дереву, вырубил в нем дыру, затем взял кусок мяса, положил его в дыру, закрыл эту дыру и сказал Абу Ханифе, «Встретимся здесь через месяц». Когда прошло 30 дней, и Абу Ханифа подошел к тому месту, они вытащили крышку, и оказалось, что в мясе черви. Когда они открыли крышку, оттуда начали выползать черви. Тот атеист сказал ему, «Разве эти черви были здесь до того, как мы положили мясо?» Абу Ханифа ответил, «Нет». Он сказал, «Ты видишь какое-то отверстие, с которого черви могли бы заползти туда?» Он отвечал, «Нет, такого отверстия нет». Тот сказал, «Это я их создал». Абу Ханифа сказал ему, «Создатель знает своих созданий, не так ли?» Он ответил, «Да». Он сказал, «И сколько там твоих созданий?» Он ответил, «Я не знаю». Абу Ханифа спрашивал дальше, «Сколько из них самцов, а сколько самок?» Он ответил, «Я не знаю». Он спросил, «И каков их срок? Кто из них умрет прежде других?» Он ответил, «Я не знаю». Он спросил, «Кто из них, когда возник?» Каков сейчас возраст каждого из них? Он ответил, я не знаю. Абу Ханифа сказал, Субханаллах, ты заявляешь, что ты создатель, который знает о своих созданиях, а сам не знаешь ни о том, каков их возраст, ни когда их срок, ни кто из них самец, а кто самка. И тот человек, конечно, ничего не создавал. Он просто подготовил среду для того, чтобы некоторые бактерии, которые изначально были в этом мясе, он подготовил для них среду, чтобы Всевышний Аллах создал и сотворил то, что пожелает. Поэтому, мусульмане, эта идеология, я имею в виду атеистическую идеологию, она существует сегодня и проявляется. Я лично разговаривал с некоторыми из этих атеистов, как с жителями этой страны, так и с людьми из других стран. Несмотря на то, что их мало, хвала Аллаху, ты можешь увидеть, что они остаются убежденными в словах Дарвина, который сказал, что в основе человек произошел от обезьяны. Я говорил с одним из них несколько дней назад. Он пришел ко мне домой, и он атеист. Я спросил его, кто нас создал? Он ответил, мы эволюционировали. Я спросил, а как мы эволюционировали? Он ответил, мы были обезьянами. А до того, как быть обезьянами, мы были более примитивными животными. То есть мы были лягушками до этого, одноклеточными организмами, маленькими клетками и так далее. Когда он сказал, что мы были обезьянами, я сказал, я не был обезьяной, хвала Аллаху. Пусть каждый говорит сам за себя. Что касается меня, то я не был обезьяной. Я человек и сын человека. Всевышний Аллах создал нашего праотца Адама в небесах, как пожелал. Он создал его человеком, и мы потомки Адама. Адама, если же твои предки были обезьянами, то это твое дело. Затем он сказал мне, это были древние клетки. Я сказал ему, хорошо, и к чему все сводится? Он сказал, и эти клетки продолжали создаваться из более мелких клеток. И так мы достигли вопроса, на который он не смог дать ответ. Я сказал ему, хорошо, когда эти клетки достигли своего предела в минимальной величине? Когда ты от одной клетки перебираешься к предыдущей, с которой пошла эволюция. Первая клетка. Первая. Кто создал ту первую клетку? Он ответил, она возникла из-за большого взрыва во Вселенной. Я сказал, этот взрыв означает, что было что-то, что и взорвалось. Правильно? Он ответил, да. Я сказал, кто создал то, что взорвалось? Кто его создал? Что было до этого взрыва? Он немного промолчал, и он получил степень магистра в Америке. Он сказал, на этот вопрос по сей день никто не смог дать ответ. Кто создал ту материю, которая взорвалась? Он сказал, что на этот вопрос никто не может ответить, вплоть до наших дней. Я сказал ему, что касается нас, то у нас есть ответ. Аллах создатель всякой вещи. Он, аль-Азиз, могущественный, аль-Хаким, мудрый. Он, аль-Али, высокий, аль-Азим, великий. Он превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины. Клянусь Аллахом, каждая клетка свидетельствует о том, что Всевышний Аллах один, и нет у него сотоварища. Каждый атом в нашей Вселенной свидетельствует, что Аллах один, и нет у него сотоварища. Каждая частичка, которую мы видим в этой Вселенной, свидетельствует, что Всевышний Аллах один, и нет у него сотоварища. Более того, все эти вещи прославляют хвалой нашего Всевышнего Господа. Как об этом сказал Аллах, нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их славословия. И эти атеисты живут в печалях и заботах. И решения они смогут найти, только если снова зайдут в ислам. Один из них позвонил мне несколько дней назад. Вернее, позвонила его жена, чтобы спросить меня. И я сказал ей, пусть твой муж сам мне позвонит. И ее муж позвонил, а она спрашивала фатву, можно ли мне оставаться жить с ним, тогда как он атеист или нет. Я сказал, давайте поговорим с ним, обсудим с ним все, что-нибудь посоветуем. Я поговорил с ним, и он сказал, нет Бога, Бога нет. Я спросил его, кто нас создал? И он опять заладил о теории Дарвина и о том, что он был обезьяной. Я сказал ему, хорошо, что ты скажешь о Мухаммаде да благословит его Аллахе приветствует? Он ответил, это просвещенный человек, литератор, и он смог создать Коран и обмануть им людей. Я сказал ему, раз уж он создал Коран, почему же никому не удалось создать что-то подобное этому Корану, даже сейчас, 1400 лет спустя? И почему курайшиты не смогли придумать ни одной суры, когда им был брошен такой вызов, и они были литераторами, очень красноречивыми людьми? Почему же они не смогли этого сделать? Он ответил, ну я не знаю. И я сказал, хорошо, а научные чудеса в Коране? Когда Всевышний Аллах говорит, разве мы не сделали горы колышками? А сегодня геологи обнаруживают, что у каждой горы есть словно колышек внутри земли, который представляет собой три четверти высоты горы. Это как если бы ты ставил колышки от палатки, три четверти колышка ты помещаешь под землю, чтобы палатка крепко стояла. Так и Всевышний Аллах назвал горы колышками и сказал, что утвердил горы. Я сказал ему, откуда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, знал, что под землей находятся три длины этой горы, которые на поверхности. Он ответил, это он сказал случайно. Я сказал, а то, что касается эмбриона, как он сначала представляет собой разжеванный кусочек, мулга, сгусток крови, аляка. Когда наступает время, Аллах создает из этого кусочка кости, потом облекает кости мясом. Как Мухаммад мог знать, что сначала идут кости, а потом мясо? Как он узнал? Он отвечал, это тоже была случайность. Я сказал, хорошо, а Вселенная, о которой сказал Всевышний Аллах, и мы ее расширяем. По сей день люди узнают от ученых, изучающих космос, что Вселенная постоянно расширяется в своих атомах. Он ответил, это тоже была случайность. Я сказал, Субханаллах, если я поверил тебе в первый раз и во второй, то мне не следует верить тебе во всем остальном. Затем я сказал ему, после наших длинных телефонных разговоров, я сказал ему, заклинаю тебя Аллахом, ответь. Когда ты ощущал больше покоя и спокойствия в твоем сердце, отсутствие грусти и депрессии, переживаний. Сейчас, когда ты отрицаешь существование Аллаха и проявляешь куфр в великого Аллаха. Когда ты начал слушать свои желания и страсти, когда ты считаешь, что никто за тобой не наблюдает. Твоя жизнь счастливее, приятнее, спокойнее сейчас? Или же, когда ты поклонялся Аллаху, молился Ему и читал Коран. Он ответил мне, не играй на моих эмоциях. Я сказал, нет, ответь на этот вопрос. Он сказал, откровенно говоря, ей-богу, в том положении я был в спокойствии и умиротворении. Сейчас я мечтаю о том, чтобы почувствовать хотя бы четвертую часть того, что было тогда. Затем он сказал, ей-богу, сейчас я живу в рассеянности и не могу на чем-то успокоиться и определиться из-за переживаний и тоски. Вместе с этим я настаиваю на своем мнении, которого я придерживаюсь. И я вспомнил положение людей, которые жили раньше и которые были связаны с философией и атеизмом. Ар-Рази, да помилует его Всевышний Аллах, был одним из тех, кто зашел в философию и неверие. Он совершал разные виды неверия. Философия, предпочитание разума. Он не принимал доводы из священных текстов, не обращался к Корану и Сунни. Он совершил разного рода неверие. Рассказывали, что когда к нему пришла смерть, он заволновался и принялся говорить каясь. Он начал говорить, что конец предпочтения разума – это айкаль. Айкаль – это то, чем связывают и привязывают верблюдов. То есть, как бы мы не осмелели в нашем разуме и пытались оспаривать власть и господство Аллаха, наш разум мельче и ничтожнее, чем эти верблюжьи путы. Он говорит, что концом предпочтения разума являются путы. И большинство людей, старающихся в заблуждении от нашего исследования, длившегося всю жизнь, мы получим только чьи-то слова и чужие мнения. Души наши отчуждены от тел наших и венец жизни нашей, вред и тяжелые последствия. Сколько горных вершин покорили мужчины, но они уже сгинули, а горы так и остались горами. Затем он сказал, что самый лучший путь к вере, который я нашел, это путь Корана. Я читаю эти утвердительные слова, он, слышащий, видящий, и верую в них. Читаю отрицания, нет никого подобного ему, и он, слышащий, видящий, и верю в это. Зачем мне начинать дискутировать со своим разумом и искать что-то своим разумом? Говорили, что однажды он поехал в Нишапур, проходил по одной из дорог, и вокруг него собрались какие-то ученики и начали задавать ему вопросы. И одна старуха сидела у своего дома и спросила, кто этот человек, которого окружили люди и собрались вокруг него. Ей ответили, это Аррази. Она сказала, что еще за Аррази, кто такой, я о нем не слышала. Один человек сказал, это тот, кто привел тысячу разумных доводов существования Аллаха. Она сказала, да уж, клянусь Аллахом, если бы в его сердце не было бы тысячи сомнений, ему не нужна была бы тысяча доводов. Ее услышал Аррази, посмотрел на небо и сказал, о Аллах, даруй мне такое вероубеждение, как у старух Нишапура. Даруй мне спокойное вероубеждение, и ты сможешь найти это спокойное вероубеждение только в вере в одного Аллаха. А Шахристане, да помилует его Всевышний Аллах, также переживал подобные вещи. Говорили, что перед смертью он начал говорить, я обходил все эти институты и крутился среди этих учений. То есть я заходил к атеистам, вел с ними обсуждения, диспуты, заходил в разные вероубеждения, рассматривал их и испробовал. Я обходил все эти институты и крутился среди этих учений. И видел только растерянных людей, положивших руку на подбородок, или ударяющих по зубам от сожаления. Он говорит, я видел только людей в смятении, людей, у которых были заблуждения в Ак-Иде, или других им подобных. Помню, как один атеист повстречал одного разумного и мудрого человека. Тот атеист сказал ему, ты заявляешь, что Аллах существует? Верующий ответил, да, наш Всевышний Господь существует. Как спросили одного бедуина, как ты познал своего Господа? Он ответил, навоз указывает на верблюдов. Если ты пойдешь по земле и увидишь навоз, помет верблюдов, ты поймешь, что здесь проходил какой-то верблюд. Ты не скажешь, что проходил сокол или голубь. Он сказал, верблюжий навоз указывает на верблюда. Следы указывают на того, кто шел. Небо со своими созвездиями, земля с долинами и моря с волнами. Разве не указывают они на Аль-Алима, знающего, на Аль-Хабира, ведающего? Тот атеист сказал разумному человеку, веришь ли ты, что Аллах существует? Тот ответил, да. Он спросил его, как можно ощутить его Господа пятью органами чувств. Он сказал, видел ли ты своего Господа? Тот ответил, нет. Он спрашивал дальше, слышал ли ты его? Он ответил, нет. Он сказал, пробовал ли ты его? Потрогал или понюхал? Тот ответил, нет. Он сказал, значит, твоего Господа не существует. Верующий сказал ему, есть ли у тебя разум? Тот ответил, да. Видел ли ты свой разум? Тот ответил, нет. Он спросил, нюхал ли ты свой разум? Он сказал, нет. Он сказал, пробовал ли ты свой разум? трогал ли ты свой разум или слышал его? Тот ответил «нет». Он сказал «Значит, у тебя нет разума». Тот возразил «Нет, у меня есть разум, потому что я вижу следы своего разума. Я вижу, что я веду себя сообразно, с умом, говорю по уму. Значит, если ты видишь следы моего разума, ты поймешь, что он есть». Человек сказал «Так же и наш Всевышний Господь». Если бы наш Всевышний Господь пожелал, мы бы увидели его и услышали. И верующий услышит своего Господа в судный день и увидит своего Господа в судный день. Но сегодня мы познали нашего Господа по его знамениям и созданиям. Он тот, кто поместил в нашу природу веру в него, одного, и нет у него сотоварищей. Как сказал Всевышний Аллах, «Вот твой Господь вынул из чресла сынов Адама, их потомство, и заставил их засвидетельствовать против самих себя. Разве я не ваш Господь?» Они сказали «Да, мы свидетельствуем». Это для того, чтобы в день воскресения вы не говорили «Мы не знали этого». Или же не говорили «Наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них». «Неужели ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?» В наше естество Всевышний Аллах вложил веру в него одного. Нет у него сотоварищей. Если родители не будут христианизировать ребенка или делать из него огнепоклонника или иудея, он вырастет на убеждении таухида, на поклонении одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. Поэтому Всевышний Аллах отправлял посланников, чтобы они несли благую весть и предостерегали. Всевышний Аллах не отправлял посланников, чтобы те убеждали людей в том, что есть Бог, что имя Ему Аллах. Нет, это уже вложено в естество людей. Они знают Бога, они осознают Его. Посланники же просто несут благие вести верующим о рае и предостерегают нарушающих законы людей от адского огня. Они учат людей, как молиться, как им поклоняться своему Господу, вера в Которого уже утвердилась в их сердцах. Они знают, что Он существует, что Он один и нет у Него сотоварищей. Я прошу Всевышнего Аллаха укрепить веру в наших сердцах и защитить нас от ширка и неверия. На этом я заканчиваю. И я прошу у Великого Аллаха прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите у Него прощения и кайтесь перед Ним. Воистину Он прощающий милосердный. Вала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. Также я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству. Да благословит Аллах и приветствует его, его семью, друзей и любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по его пути и последует по его следам и сунни вплоть до Судного дня. А затем, уважаемые братья. К одной из причин впадения некоторых людей, то, что связано с атеизмом и отрицанием существования нашего Всевышнего Господа, относится то, что некоторые из них вступают в диспуты с атеистами, не имея при этом багажа, с помощью которого они смогли бы отклонить все сомнения от своей души. Это произошло после того, как сегодня распространился интернет. Есть группы в Полталке и разные голосовые письменные обсуждения. Некоторые наши девушки и юноши начали заходить в такие чаты и обсуждения. Либо с бидатчиками, будь то шииты или кто-то еще, либо иногда атеисты и подобные им. Возможно, к сердцу такого человека подойдут какие-то из этих нововведений. Он не сможет отогнать их от своего сердца, и это породит в нем мрак. Поэтому ученые запрещают вступать в диспуты с бидатчиками перед простыми людьми. Однажды Мухаммад ибн Сирин, да помилует его Аллах, сидел на своем уроке. И к нему пришли два таких человека. Это были люди такого типа, которые заучивают все сомнительное и бросают его перед людьми, чтобы испортить их атыду. Те два человека пришли и сказали, О, ибн Сирин, у нас есть вопрос. Он посмотрел на них и узнал. Он сказал, идите куда-нибудь еще, и там я отвечу на ваш вопрос. Не начинайте сеять смуту перед моими учениками, когда они еще малы. Не внушайте им сомнения и подозрения. Я отвечу на ваше сомнительное, но не нужно, чтобы ученики выслушивали его, потому что человек может услышать это сомнительное и не понять его опровержение. Они сказали, нет, послушай от нас хоть одно слово. И они сели. Он сказал, не полслова. Либо вы встанете, либо я. Потому что если бы он встал, его ученики встали бы вместе с ним. Он сказал, вставайте и уходите. После этого некоторые его товарищи спросили его, почему ты их не выслушал? Он ответил, я боюсь, что в сердце одного из моих учеников зайдет часть их сомнительного, и нам будет тяжело вытащить это из него. То есть он поймет суть того сомнения, но не сможет опровергнуть его. Возможно, он не поймет само опровержение после того, как поймет сомнения. Поэтому человеку не следует заходить на подобные сайты и форумы. Не надо общаться с их обитателями, вступать с ними в диспуты, если только у него нет достаточно сведений и информации, с которой он может вступать в диалог. Если же он заходит в какой-то чат, ничего не зная, как это делают некоторые наши молодые люди, возможно, те из них, которые были за границей, то так не следует делать никогда. Это первое. Второе. Это каждый раз, как человек изучает прекрасные имена Аллаха и высочайшие его атрибуты, он убеждается в них и познает своего Творца. Он убеждается, что если вера в одного Аллаха утвердится в его сердце, Аллах защитит его от перехода к неверию и нововведениям. И чем больше человек знает Аллаха, тем больше он его страшится. Чтение книг по исламской акриде, знание имен и атрибутов Аллаха, знание того, что касается опровержения людей, сеющих сомнения, атеистов и прочих. Если все это укрепится в сердце человека, Всевышний Аллах, иншаллах, защитит его от отклонений в его сердце. И последнее. Нужно, чтобы человек много делал дуа Всевышнему Аллаху. Одно из дуа верующих людей звучало так. Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону, после того, как ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от себя. Ибрагим мир ему. Делал дуа, строя заповедный дом Аллаха по приказу Всевышнего Владыки. Он говорил, «И убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». Кто после Ибрагима может быть уверен, что такая беда его не коснется? А Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала, чаще всего пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил такое дуа. «О изменяющие сердца, укрепи мое сердце на твоей религии». Я прошу Всевышнего Аллаха укрепить наши сердца на его религии. О Аллах, о изменяющие сердца, укрепи наши сердца на твоей религии. О Аллах, сделай нас верующими и ведомыми прямым путем, не заблудшими и не вводящими в заблуждение. Мирными для твоих аулия, воинственными для твоих врагов. По причине нашей любви к тебе мы любим того, кого ты любишь и враждуем с теми, с кем ты враждуешь. И кто приступает к твоей законы, о обладатель величия и великодушия. О Аллах, укрепи веру в наших сердцах и упокой нас на ней. О Господь миров. О Аллах, настав заблудших мусульман. О Аллах, настав заблудших мусульман. О Аллах, верни их к себе прекрасным образом. О Могущественный, о мудрый, о Господь миров. О Аллах, исправь положение мусульман по всей земле. О Аллах, исправь положение мусульман по всей земле. О Аллах, исправь положение наших братьев в Тунисе, в Египте, в Ливии, в Йемене, в Сирии и по всей земле. О Господь миров. Исправь их положение в Палестине. Помоги им против евреев-захватчиков. Исправь их положение в Ираке. Помоги им против притеснителей американцев и шиитов. О сильный, о могущественный, о Господь миров, о Аллах, исправь положение мусульман по всей земле, о Аллах, даруй власть над ними лучшим из них, о Аллах, поставь над ними лучших из них, о Аллах, поставь над ними лучших из них, о Аллах, отведи от них худших из них, о Аллах, сделай правителем мусульман того, кто боится и страшится тебя и следует за твоим довольством, о Господь миров, о обладатель величия и великодушия, о Аллах, направь нашего правителя к тому, что ты любишь и чем ты доволен, о Аллах, направь его на твой прямой путь, о Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрахима и семейства Ибрахима, и не спасли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спасал ты благословения Ибрахиму и семейству Ибрахима. Воистину, ты хвалимый славный. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек Он от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам. Хвала Аллаху, Господу миров.